Всем привет, дорогие друзья! С вами Айлен Тейлз, и сегодня мы будем проходить третью концовку, которая называется «Кавалер на праздник». Ну, поехали! Так, ну и у нас будет, как обычно, Айлен. Пропускаем. Для этой концовки нужно выбрать только один вариант. Это... сейчас... Только вот один вариант, и это около Элдарии. Так вот, сердцем этого леса была старая лачуга, в которой... Стоп-стоп-стоп, ты же говорил про болото. Ну да, сейчас говорю про дом. Не в это проблема, ты назвал сердцем болото, а не лачугу. Тебе устроят два сердца у темного леса? Да не в жизнь! А у нее врат три сердца, как бы, между прочим, сказала Зарель. Я показалась на него с легким недоверием. Он же вампир, как и я. Эээ, что? Что? Ты издеваешься? Упаси Оракулу, я говорю истинно ничего, кроме нее. Он приложил руку к сердцу и проговорил настолько серьезно, что я обомлила. Но как же, ты же эльф. А эльфы не могут быть вампирами? Могут, наверное. Валькен вообще овца. Пожалуй, Зарель плечами. У меня разболелась голова, и я начала массировать пальцем виски. То есть, если я правильно поняла, ты эльф-вампир с тремя сердцами, как и Невра, только он не эльф, а Валькен вообще овца? Именно. Что тебя так удивляет? Скажи еще, что всегда думала, будто у нас одно сердце. По закону, анатомия должно быть именно в одном экземпляре. Фух, наивная. Как ты думаешь, почему он бессмертный? Из-за наличия трех сердец? В точку. А ты не так глупо, как я полагал. Я обманывала настолько удивлена реплика в Зарелье, что мне показалось, будто я упустила что-то важное. Вскоре он встал и подошел к двери. Реплижетом приказал мне не шевелиться и молчать. Конечно же, я его послушала, ведь лицо у Зареля было необычайно сосредоточено. На секунду мне стало не по себе, когда парень застыл возле двери, словно из вояний. Он молчал, и тихие выдохи были громче чего-либо. Да, выдохи громче чего-либо. Затем он резко раскрыл дверь, и на пол лаборатории ввалился Невра. Судя по удивленному лицу, Лидер Тинни не ожидал, что его раскроют. Поэтому глаза его убегали по комнате в поисках спасения, а на губах лежала глупая улыбка. Да, он прям улыбается. Невра, что ты делаешь под моей дверью? Подслушивал. Я не знала, как реагировать и Зарель, картинно приложил руку в лицо. Выспал, блин. Ладно, не так. Что ты делал ночью под моей дверью? Подслушивал, говорил же уже. Зачем? Разлился алхимик, пожирая Невру следом. Вы тут запрелись вдвоем. Это о многом говорит. И что же конкретно тебе это говорит? Знаешь, лаборатория, вот здесь, вдвоем, приглушен свет. Что тут новость? Ты не был сильно в плане мышления. Улыбнулся и Зарель. Но все равно, красноречиво и ясно. Это абсолютно ни о чем не говорит. Настояла Зарель. Но все же, хоть это говоришь. Нево загадочно блеснуло глазами в мою сторону. Что тебе здесь нужно? Внимание! Улыбнулся и вампир и привисел рядом со мной. Непонимание, Зарель скинул брови и вопросильно поставил на меня. Я пожал плечами. К лучшему. Вдруг отозвался и Зарель. На наше удивление он ответил со странным взглядом. Рассказать, что же случилось с тем юношей в лесу. Нево ощутимо напрягся, что это ощутили все в комнате. Даже неведомый гриб зашевелил своими огромными лепестками. Юноша забрел в темный лес. Долго он шел по тропинке, заросшей травой, оставляя свои мрачные следы, надеясь, что найдет, что ищет. Он зашел так далеко, что небо уже становилось красным от заката солнца. Над лесом сгущались плотные сумерки, и смятая трава под его ногами вставала вновь. Янерто сглотнула, обменявшись взглядами с неврой, который был тише воды. Он беззвучно касался пальцами поверхности стола. Юноша забрел в сердце темного леса, даже не догадываясь об этом. То есть к болоту? Неуверенно переспросила я. К ветхой лачуги. Ответил за Зарелли неврой, блесну глазами в сторону алхимика. О, ты знаешь эту историю? Да он исполняет роль антагониста всего рассказа. Сказал Зарелли, скритив руки на груди. Что? А ты как думала? Он же у нас вампир. А вампиры, как и известны, те еще волки в шкуре овец. Эм, я хороший, произнес Невра и зател меня своим плечом. Он наговаривает, так как не пользуется популярностью у женщин. Завидует мне. В конце своего монолога Невра показал Зарелли язык и вплотную пододвинулся ко мне. Вампир заводил носом по воздуху, заулыбался так, словом получил лучший подарок. Я с осторожностью осмотрела вампира. Ладони неожиданно зажгло, и я опустила взгляд. Завидев царапины и запекшуюся на них кровь, я вскочила со стула и села ближе к Зарелли. Вау. Он заулыбался, а Невра обиженно сморшился. Ночь быстро окутала лес темным покрывалом. Лесная глушь сопровождалась безлунной тьмой. Тишина леса была настолько зловещей, что в сердце парня закрылся страх, который принимал его в свои острые объятия. Я почувствовала себе пристальный взгляд Невры, в котором прослеживался блеск, не символизировавший его заинтересовываясь во мне. Это был взгляд хищника, который гипнотизировал свою жертву, пытаясь ее обездвижить. Его загорел странный свет, словно Невра был опьянен. Его присутствие ощущалось настолько тягостно, что я попыталась поискать помощь его Зарелли, но наткнулась на пылающий и крайне негодующий взгляд эльфа, который был направлен в сторону вампира. Я решила ничего не говорить, так как эльф вмешался без моей просьбы. О, задумался. Невра почесал затылок и отвел свой взгляд, направив его на Эзарелли. Итак, как правильно ответил Невра, юноша, поясанный страхом, остановился возле ветхой лачуги. Он, испуганно и робко постучал двумя костяшками пальцев по облезлой двери, отчего занозы впились в его кожу, и она начала кровоточить. С каждым постукинем юноша терял надежду и сам не заметил, как стал долбить его двери не только руками, но и ногами. Невра усмехнулся и убрал руку с поверхности стола. Вскоре дверь распахнулась. Эзарелли выдержал долгую паузу, чтобы мы прочувствовались атмосферой. Я, скрывая дружь пальцев, усиленно сжимала их замок и искоса поглядывала на дверь. На пороге стояла высокая девушка, ее волосы были зелены и напоминали листья, когда кожа была цвета дерева. Ее тело было покрыто листвой, которая отчасти скрывала наготой незнакомки. Юноша растерянно лопнулся, не зная, как объяснить его присутствие. Я бы ее съел на месте этого паренька, выставил свои пять копеек Невра. Ты бы ее не съел. Усмехнулся Эзарелли, его голосом белеснули скрытым превосходством, и Невра стушевался. Почему вы говорите загадками? Они меня проигнорировали и устали друг на друга. Между ними можно было бы увидеть разряды молний, которые ворвались из глаз. Я попыталась их успокоить, но легкий стук дыр заставил меня строгнуть. Эз, Невра, Айлен. Что это вы то делаете? Взрывы фейерверка давно начались жители устроить грандиозный праздник, а вы здесь тухнете. Лексиклон. Лейфтан поддел рукой лицо, стоял, склонив голову в бок и отаривал нас улыбкой. Разве ты не должен быть в первых рядах? Спросил Эзарелли, не отрывая взгляда от Невры. На дне его изумрудный глаз плескался в гнев, и он был чересчур заметен. Ха, ну я бы так и сделала, но мне нужно так, кто сопроводила бы меня. Думаю, Айлен, я заберу тебя с собой. Ты же не против? Нет. Я зарделась и смущенно заерзала на стуле, не знаю, куда себя деть. Ну вот и славненько. Лейфтан сделал поклон, приглашая следовать за мной. Я ни секунду не раздумывая отправилась вместе с ним на торжество, оставляя Эзарелли и Невру наедине. Последнее, что я увидела перед тем, когда заход вновь дверь, это вполне дружелюбные улыбки на их лицах, которые они надрисовали друг другу. Видимо, эта демонстрация была неким шоу, которое они разыграли для меня в Хэллоуин. И натянутость с их лиц спала, словно хрустнула и однажила другую личину каждого из них. Грустно лишь то, что они почти выгнали меня и, видимо, желали этого с самого начала. Лейфтан не улыбнулся еще раз и взял под руку. Под руку. А после мы отправились на фестиваль в честь Самайна. Ну вот, мы получили третью концовку и, получается, первую нейтральную, кавалерно-праздник. Прекрасная ночь, но ты так и не узнала финал истории. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...